Здравствуйте, уважаемые товарищи! Товарищи телезрители, мы сегодня в Калуге. Честно говоря, я первый раз вышел и попал в Калугу с перона электропоезда. Обычно это машина или автобус. В общем, встречают таксисты с надписями «Такси» с желтыми. Какой-то очень смешной автовокзал. Здание ЖД вокзала, прям 19 века, прям старинное-старинное. Ну, такой уездный город. Интересно, что нас сегодня ждет. Мы должны быть в местной религиозной общине. Должны вам рассказать про город, показать красоты. В общем, дел очень много. Итак, с путешествия по Калуге. Когда основан город Калуга, и самое главное, зачем, доподлинно никто не знает. Мне нравится версия, что город был основан как монголо-татарский административный налоговый центр. Ну, во время образования баскачества, вы знаете, что это такое. Баскак – это на монголо-татарском, тарабарском языке человек, который ставит печать. То есть им надо было собирать налоги. И вот во времена баскачества и образовался этот город для сбора налогов. В 1371 году, когда границы Московского княжества практически подобрались к границам Калужского, Калугой владели тарусские князья. Да, через какое-то время после этого началась борьба литовских князей и московских за Калужское княжество. Каким-то образом московским князьям удалось купить Калугу у тарусских князей. И причем произошло это за спиной литовских князей. И князь Ольгерт Литовский жаловался, писал Филафею в 1371 году, что его обманули, и у него там как-то московские князья отжали Калугу. И вот 1371 год, когда впервые упоминалось в этом письме Ольгерта о Калуге, и взяли за основу этого города. Во втором писании, это было уже чуть позже, я сейчас посмотрю год, просто не помню. Это было, сейчас скажу, в 1389 году уже Дмитрий Донской написал своей рукой письмо, в котором сыну Андрюше, князю Смоленскому, он дарит Калугу. И дальше началось 1601-1603 год, ужасный голод, потом Смута, Дмитрий Лжепервый, который здесь тоже набывался и натворил делов. Потом жители Калуги поверили Лжедмитрию Второму, который вместе с Марией Мнишек родил здесь Ваню, которого прозвали Вороненком. В 1611 году Калуга была завоевана польскими интервентами, они здесь находились до 1612 года. Потом Пожарский. Во второй половине 17 века в Калуге начинает развиваться производство металла, чугунно-литийный завод здесь построили. Начался подъем. Потом в 1723-1737 году в Калуге опять был жуткий голод. И она практически горела дотла пять раз. В 1842 году, в 1754, в 1756, в 1760 и в 1761 году сгорела практически дотла. Потом Калуга становится центром Калужского наместничества. Потом Калуга открывает первый театральный сезон в 1777 году. Начинается забвение Калуги, когда обмелела ОК, когда построили железную дорогу, она оказалась никому не нужной. В 1812 году Калуга очень помогла в войне 12-го года. В 1823-м Калуг даже попала под княжество белорусских князей с 1823 по 1831 год. Потом был экономический упадок, о котором я уже сказал. И с конца 19-го века Калуга превращается в тихий провинциальный городок, который начал развиваться только после революции. Кстати, революция здесь была кровавая, пришлось вводить войска. И вот как раз после революции начался индустриальный и экономический подъем. Вплоть до 1941 года, когда сюда пришли фашисты, и Калуги очень сильно досталось от них. Ну а это уже другая история, которую я буду рассказывать параллельно с еврейской историей, потому что нахождение здесь фашистов и уничтожение здесь евреев, собственно, перекликаются с той темой, о которой мы сегодня будем говорить в рамках знакомства с общиной. Мы идем в еврейскую общину дальше. А вам я даю возможность на несколько секунд посмотреть, какая здесь красота. Дайте, режиссер, клипчик нам, пожалуйста. Ввиду того обстоятельства, что в ныне существующей, наемной молельни могут поместиться от 70 до 80 человек, а молящихся имеется 150 душ и еще 200 нижних чинов Калужского гарнизона. Почему ежегодно к большим праздникам приходится приискивать и нанимать дополнительные помещения, что влечет за собой излишние расходы и массу неудобств в смысле наблюдения за порядком и поступления доходов, ходатайствовать перед его сиятельством господином калужским губернатором князем Горчаковым о разрешении хозяйственному управлению Калужской еврейской молельной построить молельный дом на участке номер 220, пожертвованным купцом Лазаревичем. Смета на строительство 22 638 рублей 40 копеек. Расходы на это дело у общины имеются. 15 ноября 1912 года такое письмо написали местному генерал-губернатору князю Герчакову. И причем очень грамотно составленное письмо губернатор прочел и сказал, постановляю, разрешил строительство. Синагогу построили буквально за год, очень быстро. А в это время Департамент Духовных Дел строчил кляузы генерал-губернатору. Синагога похожа на храм, купола, звезды Давида. А еще они строят на 430 мест синагогу. Генерал-губернатор прочитал эти кляузы и ответил, что на храм синагога не похожа, никаких звезд Давида там нет, никаких куполов там нет. Отстаньте от людей. Тогда Департамент Духовных Дел каким-то образом перетянул на свою сторону федерального министра, и уже федеральный министр писал жалобы генерал-губернатору. Но генерал-губернатор опять ответил, «У меня нет денег на переделку синагоги во что-либо другое». Это раз. И второе. «У меня нет человека, который бы возместил убытки еврейской общине Калуги». Это два. И ответил евреям. Две вещи, которые они должны были сделать. Первое. Строить синагогу под контролем профессионального инженера-строителя. И второе. Перед тем, как в синагоге молиться, они должны были сдать синагогу приемной комиссии местных чиновников. Что и было сделано. Собственно, и в 2013 году синагогу открыли и молились в ней аж до 1924 года. А в 1924 году пришли советы, и здание у евреев отобрали. Там были профсоюзы, там был какой-то клуб. В общем, непонятно что. Очень тяжелые испытания выпали на долю местных евреев в 1941 году. Сейчас я назову дату. 11 октября в оккупации оказались все евреи Калуги и Калужской области. Немцы здесь создали гетто, согнали в гетто всех евреев и под конвоем, как преступников, водили по городу собирать трупы, чистить выгребные ямы, чистить сортиры. А когда Красная Армия в конце 1941 года, это было в декабре месяце, 21 декабря, освободила Калугу, немцы перед уходом подожгли гетто вместе со всеми евреями. И надо сказать, один немец, какой-то немецкий офицер, прорубил в заборе дыру, автоматом отодвинул доски и помог евреям убежать. Собственно, так что там не все погибли, слава богу. И евреям повезло, что Красная Армия пришла сюда буквально через полгода после того, как здесь расположились фашисты. Так что евреям удалось выжить. Правда, не всем. Одного старика даже, когда немцы отсюда уходили, парализованного, облили бензином и заживо сожгли. Сразу после войны в 1948 году евреи подавали ходатайство местным властям о том, чтобы им вернули синагогу. Но им было отказано. И только в 2013 году им удалось это здание вернуть. Его достаточно быстро восстановили, реконструировали и уже с 2015 года в нем начали происходить службы. Вот сейчас в это здание мы и направляемся. здравствуйте, здравствуйте, с приездом. Эдуард Викторович. Я еди делаю. Он еди делал, да. Здравствуйте, Михаил Ольфи. Да, Я Андреевич. Здравствуйте. Очень приятно. Вот наша синагога, которая была построена в 1913 году. В 1913 году она была запущена. А в 2013 году разрешили, вернули ее нам общине, фиору вернули. И фиор на безвозмездной основе передал уже готовое здание с меценатами, с попечителями нашими совместно восстановили, сделали синагогу. В 2015 году была открыта. Ровно 100 лет. В 2013 году вернули, реаниментация шла около полтора года. В 2015 году открыли снова. В 2013 вернули, в 2015 открыли. Да, в полтора года. Но ведь Ельцин в 1992 году по-моему, был указ президента о том, что организации культа возвращать тем, кто там находился. В синагоге нам иудеям, церкви, собственно, и там все все. Я у них не работаю, я не знаю, как они решают эти вопросы, но, слава Богу, вопрос решился. Так что... Община создалась, как говорится, по-новой, в 1999 году. Ну, мы пройдем, там у нас есть стена нашей гордости, вся маленькая история на этой стене, она указана там, есть герои этой истории, кто участвовал в создании общины, кто восстанавливал синагогу, как говорится. Потому что... Почему я задал этот вопрос? Потому что есть синагоги, которые передавались сразу в 93-м году, в 94-м, в 99-м, а у вас практически прошло 11-92, 2002-й, 2000-12, больше 20-ти лет прошло. Ну да. То есть, получается, что... Это была борьба? Нет, нет. У меня борьбы никакой не было, просто пока общины не было. Община обозревалась, собралась по новой в 1999-м году. Фельдман Владимир Алексеевич, он вечная память, собрал народ и потихонечку... Ну, были какие-то, наверное, тренинги, не знаю. Но, слава Богу, как говорит Равин, вернули нам все, вдаваться в какие-то подробности даже нет смысла и не нужно, я так думаю. Потому что у нас там не было ни меня, ни Равина и говорить что-то. Да, вы знаете, в документах и от бумаги, что было? Ну, было, закончилось, вопрос решен. Все, земля наша, синагога наша, с Божьей помощью. И вот все. Тоже интересно, действительно, что евреи здесь в Калуге были уже с конца 18 века. То есть, старые детские кладки основали по документам в 1780-м году. Самая старая могила, которую я могу прочитать, да, это Токарш-Ламидвов, это 1876 год. Но все равно синагогу построили только в 1913 год, потому что это не было в чате оседленности. Были молильные дома, но пока получили разрешение именно строить синагогу, что-то в законодательство Российской империи было отличие между молильным домом и синагога. Хотя по грейскому понятию нет никакой отличия. И вот получили такое разрешение только и насколько мне известно, это последняя синагога, которая построилась в России до революции. После этого, я думаю, что больше нет. И правда ли, что это самая старая синагога за чертой оседленности в России? Нет, самая старая точно нет. За чертой оседленности? Ариол это что? За тоже за чертой оседленности? Да, за чертой раньше. И в других городах. Но это самое последнее. Скажи, что самое последнее. Самая последнее. В 1913 год. Да, может быть, сам Сталин не знаю, я не слышал, но сколько мне известно, нет, не сам Сталин. Точно не сам Сталин. не может быть. Да. Ну, и были еще в солдатской синагоге, в Иркутске, в Томске, чтобы построить до этого. Здесь действительно одна из причин разрешения позволить синагоге, потому что здесь была база еврейских солдат. Около 600 человек. И это была одна из главных причин, почему решили, что они уже хотят молиться и места нет. И вот это была одна из причин, почему разрешили все-таки. Но были условия, что не был Маген Давид, что вход не был с улицы. И ограничений, все пристройки, как строят. Ну, давайте зайдем. Я родился в Израиле, в городе Афули, жили в городе Кармиел, там я вырос, учился в городе Кириргат, в Ешиве. Сразу поняли, я и моя жена, что мы хотим быть посланниками ребят. Вопрос, где? Поняли, что мы должны быть там, где мы нужны. С нами связался раввин Запорожье. Там действительно большая община была и там нужно было помогать в школе, преподавать уроках в общине. Поэтому мы были там пять лет. Пять лет спустя с нами связался раввин Брянска, главный раввин Цефио, раввин Заклас. И вообще по другому вопросу, но он нам предлагал, спросил, если мы хотим приехать в Калугу. И, конечно, посоветовались с главным раввином России, Берлазар, приехали, посмотрели и понимали, что здесь действительно есть работа, есть что делать, мы нужны, нет другого человека, нет человека, который готов приехать сюда и делать все, что нужно здесь, и решили приехать, и мы уже здесь уже семь лет. Во-первых, я скажу, эта синагога вначале, если вы были в других синагогах, вы видели, что есть молельный зал и женский балкон на второй этаж, так было здесь, то есть молельный зал на самом деле был здесь, и действительно не был потолок, там женщины поднимались на женский балкон, но большевики, когда они закрыли синагогу и забрали себе, они закрыли этаж, им особо молельный зал и женский балкон, мне кажется, особо не нужно было. По истории синагоги здесь написано и вот фотография фотография синагоги еще с тех времен, то есть еще до революции. Это, как вы видите, это одно и то же, что сейчас, почти. Этам фотография Равин Карлугни, который был здесь до революции, он умер здесь в Карлугни в 32-м году, пять лет после того, как закрыли синагогу, вот его дети, от них остались только одна внучка и правнучка, одна внучка мы похоронены недавно. Она еще, ну, до недавнего еще жили в Карлуге. Вот на открытии синагоги Равин Берлазар, который очень много, главный Равин России, Берлазар, который действительно очень много делал за того, чтобы вернули синагогу общине, и Равин Менахамендл Заклас, главный Равин ЦФО, Равин Берлазар Берлазар он помогал. До того, как я приехал в Калугу, он помогал общине, ну, по всем религиозным делам, как вообще синагога выглядит. Здесь были очень добрые евреи, которые хотели помогать и даже финансировать, но они не выросли в синагоге и не знали вообще, что там должно быть и как это должно выглядеть. Вот Равин Заклас очень много помогал в этом вопросе и он как раз познакомил меня с общиной. Поэтому это Бабичи Скоребе. Я думаю, что зрителям от подробных не надо. Не нужно рассказать. Вот фотография собрания съезд посланников Ребе, ежегодный съезд в Нью-Йорке, посланники со всего мира, потому что если вкратце, после Второй мировой войны, когда еврейский мир был разрушен, и евреи начали собираться где-то, кто в Израиле, кто в Америке, кто там в Англии, во Франции, и строили общины вокруг себя. Но Ребе сразу понимал, что есть евреи, очень много евреев, там, где нет ничего. вообще нет равинов, нет общин, ничего не знают. И нужно им помогать. И вместе с того, чтобы собрать своих хасидов, своих учеников вокруг себя, он начал их посылать по всему миру. Первый посланник Ребе был в Марокко. Вообще, русскоязычные евреи, я еще слышал, как он разговаривает на марокканском, 40 лет спустя, на марокканском языке с еврейским, русским акцентом. это нужно слышать, передать невозможно. И потихоньку стал познанником по всему миру. Я очень рад, что я один из них. Стоп, 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 стоп. Вы не говорите, друзья, там рептозаходят и найдите раввину. Что? Найдите раввину. Я шляпу. Так, слушайте, ну это самое. Ну, найти там очень тяжело. Вот я. Это спорт, каждый год найти себя. Вот я. Ах ты. Ну, я так и думаю. Хотите, я найду вас. Ну. Вот. Да. Отлично. Отлично. Нашел. Шляпа отличается от всех. Это у нас мы делали такой мини-музей. Разные атрибуты. Штрайминга, но уже был очень известный хасидов. Сидур единственный, который был распечатан в Советском Союзе. В шуте респонсов Цемах Цедека, Терри Телебабыча из Галеби, респонсов по Аллахе. Он был очень большим авторитетом по Аллахе. Есть там один респонс, ответ. Резнику в Калуге. В этой книге в середине 19-го века. Разные календари, еврейские календари. Вот, 77-й год. Вот это это у нас Сидур, молитвенник, сын раввина Бурмана, который был раввином в Калуге. Это его молитвенник, его сына. Внучка, это его халев. Халев это специальный нож для шхиты, для резника. Это его, это халев раввина. Старый тфилин, тоже из семьи Бурмана. Талис, Талид. Книга Китсур, Шурханарух. Законный, тоже согласно мнению Аль-Тареби. Все от людей в Калуге. Махзор, Набашашанан, Аль-Кипур, Тейлин. Скажите, а почему он металлический? Это коробки. Это коробки? Коробки, которые ставили пчелин, ставили, ну и сейчас. Вовнутом вставляем. Коробки, а все равно они делают пластик. Тогда тоже был картон или пластик, а мне кажется, это был большесостоятельный человек. А потому что у него металлический каркан, да. Это прям и пакет такой красивый, я думаю, это был, ты знаешь, кто? Наверное. Это уже тогда. Это Тейлин, 1844 год. Такой же Тейлин, как и у нас сегодня, такой же шрифт. Махзор, Набашашанан, Аль-Кипур, 1876 год. Но это же все чье-то кто-то приносил. это все. Кто внучки принесли? Это внучки, да. Эта женщина здесь в Калуге принесла. Здесь какой-то человек, вообще не евреем, сегодня приходил в синагогу и хотел продать, но он попал не на ту травину. Тут нам недавно принесли свиток и стер, найденный. Буквально недавно найденный на чердаке, на чердаке дома, который сносили, старый дом. принесли, показали. Ну, еще поговорим. Они думают. Они думают и мы думаем. В Калуге должны вернуть. Они вернут. Должны вернуть. Да. Должны вернуть. Должны вернуть. Причем не за деньги. Должны вернуть. Вот именно, что есть много-много люди меня спрашивают, что это означает раскаяние у евреев. На самом деле очень просто. Признать, что это была ошибка, сожалеть об этом и больше к этому не вернуться. Если это кража и так далее, нужно вернуть в рабство. То есть, получается, что это считается раскаянным. А, раби, та синагога, которая закрылась в 20-х годах 20-го века в 1927 году. Этот свиток истер был из этой синагоги? Не обязательно. Цветок истер вообще до сих пор так. Это не принадлежало синагоге. Каждая семья. Каждая семья есть. Но это еврейский религиозный предмет, святой предмет. И он должен находиться у тех людей, которые понимают и чтут эту святость. По крайней мере в гимнезе, в мутере. Или в гимнезе, или похоронить, если уже читать нельзя. Или сохранить это в нормальном состоянии. Да. Если он хочет это продать в нормальной цели, как это стоит, это еще логично. А есть люди, у них фантазии, что если это сто лет назад, то это скорее всего стоит миллионы. Это фантазия, конечно. И вот эта книга тоже здесь человек из Калуги, это принадлежало его прапрадяде. Тигуны Зохан, книга Зохан, 1863 год. Пятая раз в Житомье. Это свиток современный. Это как свиток тора, это бумага, это не настоящая свиток тора, просто чтобы показать. Это список кузняков Калужское гетто. Калуги было гетто. Первое освобожденное в Европе гетто. Вот список кузняков. Что? Да. Были люди, погибли. По-моему, 8 человек. Погибло. Да, это не обжбит, конечно, но все равно 8 человек, это 8 человек, которые расстреляли, когда ликвидировали гетто. Это первый председатель этой общины, который после распада союза понятное дело, что евреи были, но еще не совсем понимали, что, кто, где, что, кто, где. И вот Федерман Владимир Исакович, я его не застал, но я много слышал, я знаю его внучку, просто собрал евреев и начал создавать какую-то общину, кое-что знали, кое-что не знали, кое-что делали, кое-что не делали. Приезжали молодые раввины. но начали что-то создавать. После него стал Альтман Григорий Абрамович, который, насколько я знаю, я его тоже не застал, но все о нем говорят, только хорошего, очень грамотный человек, очень образованным человеком. он тоже очень много делает для того, чтобы вернули синагогу общения. И вернули синагогу и в строительстве. И как интересно, что поскорее после того, как вернули синагогу, он заболел и покинул наш мир. Видимо, написано в книгах, что иногда, когда человек заканчивает свою жизнь в мире, жизненное задание. жизненное задание он выполнил. уехал в Израиль, мы надеемся, что он вернется, но остался сам на святой земле. Похоронен на святой земле. И вот наши попечители, которые помогали, которые нужно было очень много работы делать здесь. И они дали очень много денег именно для того, чтобы основной это Чернин Владимир Ильич, Игорь Ильич и Майерович Леонид Александрович. Это двое, которые помогают, которые выложили и душу, и финансы совместно с Фиором. И даже неевреи бывают. Есть, но вот наши друзья Кочарян Артем Сергеевич. Это вам неевреи в списке главных благотворителей населения. Потому что добрые люди бывают у всех. Конечно. Это вдвойне приятно и вдвойне приятно. Я сейчас покажу то, еще нет. Потому что история это история. Это то, что было. Но это все еще в процессе. Там на этой стене пока еще ничего нет. Там будет примерно так же только современной жизни. общины молодежи детские программы женские клубы праздники для того чтобы человек заходил сюда в первый этаж во-первых он увидел что было и увидел что есть потому что есть у евреев и у неевреев такая привычка особенно в Европе по всей Европе там евреи жили там евреи погибли что-то делали а где евреи живут как евреи живут не как было а как есть это гораздо важнее поэтому эта стена важнее чем это будет вроде как говорит Стас Белковский ну вы знаете его да он говорит надо пенсию платить людям до 30 лет деньги нужны в первую очередь молодым они только входят в жизнь надо все понять все попробовать все прочувствовать надо заботиться сначала о молодых а потом уже обо всех остальных пенсию надо платить до 30 лет а потом они будут работать сколько надо все работают до смерти правильно правильно да мы построили тоже михву это самое важнее чем синагога снимать будете как это самое главное как говорит раби заклас продай товару построи это написано это не он говорит это закон такой если действительно так написано валахе если нет общины деньги и нет выбора нужно продать синагогу для того чтобы построить мигу тогда продают синагогу для того чтобы построить мигу потому что без мига еврейские дети не могут родиться а кто а кто будет молиться если еврейские дети не будут родился я в дербенте вырос в дербенте до 30 лет мы же там жили в 90 году женился на еврейке из дербента двое детей для девочки сейчас они живут в москве мои предки по маминой по папиной линии они с хайтага это бабушка прабабушка воно они жили в махачкале дед мой они с кистека это хасавюртовский район или кизлярский с тех краев север дагестана вот а сами мы родились в дербенте мать моя с баку корни из губы ее вот в семье у нас было четверо детей три брата одна сестра один брат с матерью живут в Израиле брат и сестра в Москве вот так вот мои предки они как бы сказать и с Азербайджана и с Дагестана проходите проходите не стесняйтесь это фильтр работает на этом миг дал барелли из Москвы грузинские евреи он дал мальчатство здесь участвовали центры в Европе участвовали фонда миквоот из Атманских хасидов в Америке фонд 770 давидов тоже и в итоге у нас слава богу микро есть как круто как круто это для мужчин а для женщин да? совершенно верно так заходим ну там санузел там аппаратное там аппаратное аппаратное тоже интересно подождите мы еще не посмотрели то есть заходим вешаем вещи ну а мужчины принимают душ да? ну это вообще это женская микро это необходимости вообще да женщина делает то что делает здесь и окунается здесь лучше чтобы моя жена объяснила но ее нет в городе сегодня это она отличается микро на самом деле потому что это женская микро а вода поступает через вода дождевая вода поступает отсюда и выпадает туда в нижний бассейн еще присоединяется дождевая вода в соседнем бассейне то есть у нас по микро есть очень много галактических мнений как делать это правильно и у нас мы делали все что мы могли для того чтобы было согласно всех мнениям а это дизайн или какая-то функциональная нарушка это водопад водопад еще не доделали водопад здесь будет течь вода да дождевая нет нет дождевая просто такой водопад будет что-то сыное такое здесь вот я думаю аппарат обогреватель насосы это у нас кухня маленькая кухня проходим проходим я чонк готовлю сам здесь каждую пятницу когда жены нет не почему чонк я сам делаю это мясная кухня да все рыбутся хорошие наши рыбутся самые хорошие все остальное нам агент делаю это мой хобби шаббат это обезьян что не ну это он иди сюда иди сюда иди сюда здорово я Андрей я Исххх за камерой или Яху как тебя зовут Йосеф Йосеф ты сын уважаемого любимого всемирали да красавчик походишь с нами супер есть несколько минут есть он на каникулах здесь у нас класс здесь молодежные детские программы проходят и женские программы проходят вот Day Future кто из зрителей уже слышал во многих городах Энерджу Коралл Тора женский мужской это все проходит у нас здесь когда мы приехали очень скажем маленькая община в основном были старики бабушки но от них и от нескольких молодежи которые мы поняли есть есть если еще евреи которые еще не связаны и с общиной вообще потому что нет не был человек который этим занимался Были евреи здесь, которые хотели больше знать, но не был человек, который мог им это дать, не был человек, который занимался каширной едой, не был человек, который мог действительно преподавать и дать людям знания о своих традициях, о своих корнях, не был. И поэтому моя жена и я приехали сюда, моя жена, слава богу, община сейчас совсем по-другому выглядит, есть у нас воскресный клуб, детский клуб, молодежный клуб, женский клуб, ходят колл-турак, мужчины, женщины ходят, учатся. Есть уже целые семьи, которые здесь прямо все соблюдают, в субботу соблюдают кашрут, меняют постоянные, поэтому, слава богу, работа есть, еще много. Вот там у нас очень важная вещь, может быть, самая важная, потому что есть, может быть, вы знаете, есть фонд 770 в Москве, Радиуда Давидов, который во многих городах помогает каширную пищу. Даже в Нальчике они строят, это его родина, огромная, это его родина, огромная, его дядя здесь у нас. Начали в прошлой неделе отдавать, они каждый месяц дают 36 семям в нашем городе, это нужно понять, что это не беднякам или гуманитарную помощь, это очень хорошо, они этим тоже занимаются, но здесь совсем другая задача, поскольку в наших городах, в периферии, да, там, ну сложно достать каширную еду, каширное мясо, каширное, основное, то они дают, они помогают этим, именно каширную еду, люди, которые ходят в синагоги, которые молятся, которые участвуют в уроках, но найти каширное мясо, каширное вино, там, накидушь, это сложно, и они этим помогают по всей России и Беларуси. Вот, мы поэтому купили, да, такие большие холодильники, морозильники, для всей куры. Ну, покажи, что там, вот это все. Вот, это здесь еще, еще половину уже раздали, должны еще сегодня и завтра, это все куры, вот, вино и виноградный сок дают, дают людям, печеньки. И есть великолепный журнал, который они дают, он там называется Der Herr, это журнал, который издается на английском. Принеси, покажи, пожалуйста. Да, но они, да, они это передают, переводят на русский язык, что уникально в этом журнале, что это журнал, который не написан для русскоязычных, русскоязычных читателей, которые не знают или мало знают, это журнал, который издан в Америке для религиозных евреев, хасидских евреев, которые уже много знают, и поэтому это очень аутентичный, оригинальный журнал, без, просто перевод и очень хороший перевод, если человек хочет знать, ну, о внутренности хасидском мире, именно внутренний мир, не для публики, не для внешности, не для начинающих, а для именно, что евреи читают для себя, вот это, это очень-очень хороший журнал, у меня вообще есть люди, которые читают, сначала до конца не пропускают ни одну букву. Слушайте, вы хорошие, хорошие издания, профессионально. Вы были не знакомы с этой книгой? К сожалению, нет. Берите. Спасибо. За вам. Спасибо. Спасибо. Давай, давай. Позовом отнесем. И вот, пойдем на второй этаж. Вестницу эту делали в 2013-м, да, в открытию. Ну да, как говорит Моти Вайсберг, в синагогу надо подниматься. Ага. Гвоздь. О, это хорошо. Я всегда думал, что я бы делал наоборот, что маленький зал внизу был, для беременных женщин, для стариков, было бы легче. Но им все равно наверх подниматься. Поскольку это самое святое место в синагоги, где хранятся святые торы, то стараются действительно делать красивое место, уважительное место. Здесь аром колледж дали Владимира и Игоря Ильича Чернина в память об их маме, Нелли Исааковна Чернина. Действительно, один из красивейших аром колледж, который я видел. Делали по этому образу, там есть первые слова 10 лечений, то что по-русски называется 10 заповедей. У нас же гораздо больше заповедей, поэтому называется 10 лечений, которые мы слышали от Бога. А, переведите. А, всех подряд. Я твой Бог, который выбил тебя из Евгении Египетской, не будет у тебя другого Бога, не произнести имя Всевышнего в Туре, помнить или соблюдать, зависит от перевода и места, нахождения в Туре, день субботный, и чтить отца и мать. Потом не убей, не предлюбодействуй, не украсть, не украсть, здесь говорится о плене, не украсть имущество, написано в другом месте. Это не украсть плен, то есть, и не произнести ложное свидетельство, и не жалять имущество или другие вещи своего товарища. Это 10 лечений. А, Раби, а это не Томский мастер? Это Томский мастер, совершенно верно. Пусть вот за рука. Ага. Мне Закрас помог? Закрас лавин. Брянский он же их. Да, он же подружил. Все благодаря Закрасу, все, что здесь сделано по правилам. Когда делали ремонт в этой синагоге, меня еще не было, и кто помогал общине, для того, чтобы понять, что нужно в синагоге вообще, что нужно кодить, что было все правильно. Что было все правильно, действительно, это был Равин Менахамендл Закрас, главный Равин ЦФО и Брянской области. Раби, большой привет от нас. Слушайте, но везде Закрас. Вот куда не приедешь, везде Закрас. Он же не зря Равин ЦФО. И он, кстати, нам и посоветовал Равина общение. А не так раз так случилось, что они были в Москве. Не-не-не, он позвонил мне вообще по другому вопросу. Мы знакомы, потому что, во-первых, мы учились в одной ищине, он старше меня на два года. И наши жены, они соседи были в Иерусалиме, вероятели вместе. Поэтому мы знаем друг друга хорошо. Он не позвонил, вообще по другому вопросу, который к этому не касается вообще. А так мы уже договорились, ну, поговорили, и он говорит, слушай, ты слышал город Калуга? Я начал говорить вообще знакомое слово, я когда-то слышал, пытался вспомнить, пока я понял, что я водка Балуга знаю, не город Калуга. Балуга. Балуга, да. И потом я говорю, что вы в этом городе? Он мне начал рассказывать, что ищут Равина и так далее. Я поговорил с женой. Действительно, и приехали сюда, поговорили, конечно, с Равином Лазаром. Для того, чтобы дал добро. Он же главный Равин России, и он должен дать добро. Такие вещи. Приехали сюда, познакомились с руководством общины, и поняли, что есть что делать. Есть что делать, и нет кто, который будет это делать. И понимали, что мы здесь нужны. И поскольку Любович из Кареби учил нас быть именно там, где мы нужны, приехали сюда. Уже семь лет. Сколько там Тора у вас? У нас есть одна Тора, которую мы получили от Российско-Врейский Конгресс, при открытии снегоги. И еще одна Тора, старая Тора, которая внучка Равина, Бурмана, которая была Равином до революции. Они нашли в шкафу у мамы. Мамка, которая вот такая, дореволюционная, и она тоже хранится у нас. Она кошерная. Делали восстанавливание. Восстанавливали в Америке. Да, их родственник в Америке. Восстанавливали, делали его кошерной. И можно читать. Паразыч, где ваше место? Мое место, если я слежу, вот здесь. Здесь это мое место. Так, очень-очень мило. Очень мило. Здесь очень мило. Когда я слежу, вот это открывается, и слежу вот так. А дело в том, почему Равин сидит отдельно, вы знаете, в синагогах? Нет. Не потому, что это уважение. Не поэтому. Потому что, чтобы есть такие общины, где очень уважают Равин и так далее, что, не дай Бог, не выглядело, как будто евреи молятся в сторону Равина. Поэтому Равин сидит отдельно, чтобы было заметно, что евреи молятся в сторону Иерусалима, а не в сторону Равина. Потому что Равин такой же человек, как и все. Иду, а то ваш. Да и вот здесь уже всегда. В основном. Таблички не делали? Нет, мы не делали ничего. Ну, будем, будем. Скоро будем. Да, буквально, кстати, позавчина подумал. Шаббат подумал, думаю, надо вместе. Нужно делать? Можно приоткрыть? Конечно, открою. Нет, ну там, мы все книги там делали. Там чисто, никого ничего нет. Ну, ею, там что удобно. Ну, да. Нет, молодец, молодец. Это все делал Томский. Вот этот стенд только в СНГ. И, поскольку молитву ведется на святом языке, на древнееврейском. И большинство у нас в СНГ, к сожалению, не понимают этот язык. Поэтому, когда они молятся, они молятся же по молитву, где с одной стороны на оригинальном, на святом языке, на другом на русском языке. И здесь, если они не понимают, то есть написано страница, стоя, сидя. Так по субботам это не особо нужно, потому что большинство знают. А когда большие праздники посещают люди, которые нерегулярно посещают, им сложно понять, где это что. Вот этот стенд помогает. Так, а это когда сидеть, когда стоять, да? Ох, класс, как сидеть, стоять. А вот так вот. А когда началась стоять? Это арка. Это в оригинале. Как я говорил, здесь была, маленький зал был внизу, и здесь не был второй этаж. Это арка, на самом деле, была до низ. Это вход в СНГ. А это арка оригинальной стене на СНГ. Архитектор, когда делал здесь ремонт, решил оставить, потому что единственное в круге, кто помнит, как было здесь молитвы, как были здесь молитвы до революции, это эти стены. И вот они сейчас слышат своих еврейских детей снова. Да, и тот кирпич тоже. Да, тот кирпич тоже. Это кирпич и все. А ведь это требование иудейских законов, чтобы какую-то часть в Синагоге оставлять не за штукатурой, не за штукатурой. Вообще, это не только в Синагоге, это вообще в любом жилом доме, в любой квартире. Чтобы было напоминание. Внение о разрушении храма. Да, о разрушении храма. Да. У вас таким образом это происходит? Здесь это не из-за этого. Здесь из-за того, что была какая-то память, что эта Синагога не новая. Это не что здесь, ну, есть здесь такое иногда людям ошибочно. Ну, это мы по-другому выросли, мы этого все не знаем. А эти стены напоминают о том, что ничего не нового. Просто по каким-то неправильным причинам отняли традиции, отняли знания, отняли корни. А эти стены напоминают о том, что ваши дедушки, бабушки ходили сюда. И вы сейчас просто возвращаетесь. Поэтому по-русски слово «раскаяние» найдите слово «чува». Чува – это возвращение, а не раскаяние. Человек, когда он перестает делать то, что неправильно, и начинает делать то, что правильно, он не делает что-то новое, он возвращается к своим корням, к своему правильную личность. Слушайте, я хотел задать один вопрос. Когда я читал о том, что здесь происходило в годы Великой Отечественной войны, ну, по крайней мере, до декабря 1941 года, пока не отбили назад у фашистов этот город, когда организовали гетто, и когда сожгли живого человека, который не мог передвигаться, просто облили бензином и живого сожгли в этом гетто. А вот те люди, которые это делали, там же были и нацисты, и так называемые коллаборанты, полицаи и так далее. Они вообще понесли ответственность, если сюда вернулась Советская Армия? К сожалению, я не знаю, как точно здесь, но не знаю, что вообще в Восточной Европе, то, что происходило, были те, кто несли ответственность потом, но очень мало. Ну, вы знаете, мой отец, мой дед, он был в концлагере, мой дядя был в концлагере, и мой отец всегда говорил такую вещь, что евреи после войны, он не помнит, чтобы кто-то, он вырос в такой, мой отец вырос в такой среде, где все были, кто-то в концлагере, кто-то в гетто, кто-то. И он никогда не слышал от евреев, тех, которые там были, что место, или нужно делать немцам вот так, или там бандеровцам вот так, он этого не слышал. Он что слышал? Еще еврейский ребенок родился, вот место. И что еврейский ребенок читает Алифбет и говорит, что Майсуэль, это наше место. Еще Миньян собирался, это наше место. Поэтому я прекрасно помню, когда у моего дяди родился первый внук от сына, он очень много ждал, пока у него появится внук от сына, потому что у него все дочки, у сына тоже все дочки. Это наше место. И мой дядя, он один остался, он уже фамилия Шмилович, и он один из всей семьи. Он ждал, чтобы был внук Шмилович. И на Бризани, его внука, он был сандак, он его держал, и он меня держал за руку так, и говорил, что Майсуэль, это наше место. Почему я об этом заговорил? Вот мы были в Туле, были в Нальчике, и там люди, у которых родители через все это прошли. Я говорю, а почему не уехали в Туле, казалось бы? Они говорят, они не верили, что немцы могут такие злодейства допускать. А я даже думаю, что это делали не немцы сами, а руками коллаборантов и полицаев. Ну, по крайней мере, на Украине так совершенно. Это не сами немцы, это местные коллабора и коллабора. Мои родители оба из Румынии. И там действительно немцы ничего не делали. По крайней мере, большинство это сами Румынии. Сами Румынии. Руками Румынии, да. Руками, головами и сердцами. Они остались, потому что не верили, что немцы могут до таких зверств опуститься. Но можно сказать, что... Ну, нужно понять, что еще евреи знали, что такое погром, знали тот... А для них это было не новость, но они это увидели, когда был погром, когда был это, и все. А чтобы было такое масштабное уничтожение, это было что-то новое, никто не ожидал. Это было просто... Даже когда это уже начало, и это уже происходило, например, на территории Польши, евреи в Венгрии, когда были беженцы из Польши, приехали в Венгрию. И рассказали евреям, вот придут немцы, они будут так и так делать. Мы оттуда бежали, мы это видели. Венгельские евреи не верили. Это звучало как фантазия. Ну, как можно такое делать? То есть можно сказать, что местным евреям даже повезло. Потому что если бы сюда вернулась Красная Армия в 43-м году, в 44-м, их бы никого не осталось. То есть их практически освободили в декабре 41-го. Потому что там в Нальчике, там же что творилось? Там больше 500 человек просто живьем сбрасывали одним за другим в колодец просто, забивали камнями. То есть там практически никого не осталось. Ну, потому что это был 43-й или 44-й год. А если бы это здесь было до 43-го или до 44-го? Ну, область освободили в 43-м. Область. Саму область. А Калуга в 41-м в декабре. Да. 30-го декабря, да? Это наша библиотека. Я когда приехал в Калугу, это была... Это заслуга родина. Моя первая инициатива. Почему? Потому что я понял, куда я приехал. Потому что есть многие евреи здесь. Так называемые советские евреи. Дестовая синагога пугает. Почему пугает? Они скажут, они говорят, почему пугает? Потому что, ну, я не религиозный, я не знаю, я не это. На самом деле это не совсем так. Это они хотят быть среди евреев. Ну, им очень сложно ментально быть там, где им там по 50 лет, 60 лет, а маленький ребенок знает гораздо лучше их, что там делают. Это тяжело. Но говори советскому еврею, что открылась еврейская библиотека, вот там он знает, что делает. Вот это для него знакомое место. И поэтому это первое, что я делаю. И у нас действительно есть евреи до сих пор, которые ходят сейчас в синагогу на молитвы, на уроки, которые начали с того, что начали читать книги, которые я не читаю. Ну, например? Есть там израильские писатели, там Мейр Шалевья, Мосс Оззи. Ну, красиво пишут, не мой вкус. Все по-русски. Здесь ничего нет, не найдите, не найдешь. У нас есть и философия, и просто прям проза, и мемуары, искусство, и вкус искусства. Мои самые любимые это история. Там есть очень много книг по истории. Покажите любимую. Я бы как раз сейчас начал читать канун 9-го ама книгу Николая Первый евреев. Только где оно, если уже брали? Может, у вас в кабинете? Нет, нет, это у меня дома тоже. Да? Да, все, что здесь у меня дома тоже есть. Вот, царь Николай Первый евреев. Трансформация еврейского общества в России. Это очень-очень-очень интересная книга, поскольку даже евреи здесь, которые, ну, может быть, знают историю, ну, знают советский период и так далее. Очень много случилось в эти годы во время правления Николая Первого. Все последствия, которые потом стали, если это сионизм, если это эмансипация, если в России именно, если это евреи-социалисты, которые там были, революционеры, если это трансформация внутрирелигиозных общин России, если это эмиграция в США, около 2 миллиона почти, евреи эмигрировали из Российской империи, в основном в Америку. Евреи-Америка сейчас это потомки здесь, этих. Все это в результате эти годы. Все, что было во время Николая Первого и его власть. Но он злодей или хороший? Читайте книгу, решайте сами. Но для вас? Когда я держу книгу, я никогда не говорю, что я делаю. Потому что я тогда отнимаю у человека свободного выбора и свободное мышление. Я удивлюсь, если вы скажете, что он хорош. Хорошо. Я тоже удивлюсь. Вы знаете, мы знаем, что он то, что думал, то, что читал, то, что делал, это одно. То, что все оттуда, это мы тоже знаем. И почему-то это надо было. Для чего? Что-то хорошее бы вышло от этих трансформаций? Может быть. В основном плохое. Евреи очень страдали в это время. Страдали, когда были там кантонисты, когда были там... Но его главное сформирование и трансформация еврейских общин, это именно трансформация в воспитание, в образование евреев. И это очень-очень много повлияло. Все еврейские гимназии, которые были построены, там светские училища евреев, это все начало из его реформы. Кто-то скажет, что это хорошо в наше время, кто-то скажет, что это плохое. Это очень зависит от мышления и взгляда самого человека. Вы знаете, это с каждым человеком по-другому, потому что евреи здесь разные. Нет такого понятия «калужские евреи», потому что здесь евреи... Есть кто-то из Кавказа, кто-то из Молдова, кто-то из других городов в России. У каждого свой менталитет, у каждого свое знание. Это все по-другому. С каждым человеком нужно найти его язык, что его интересует, что ему интересно, и как действительно дать ему то знание и традиции, о которых он даже не знает, что он хочет. И действительно, это с каждым человеком отдельно. Нет какая-то общая формула, которую можно назвать. Раз, два, три – фокус. Все работает. Нет такого. Пойдемте ко мне в кабинет. Посидим, кто-то чай купил. Я извиняюсь, что только две кресла есть. Мой сын будет делать чай. Чай, гладкоши, все гладкоши. Сахар, газ, 1, 1. Так, а солнце летом вот в этих окнах, да? В основном оттуда вообще. Нет, ну вот так идет, правда. Вот так, да. Ну, ты хочешь сказать, где Иерусалим? А, Иерусалим там была, да? У нас в России, мы не молимся на восток. Молимся здесь, это все думают на восток, но Россия положено… Местоположение России на карте мира не там. Здесь мы молимся на западе и чуть-чуть юг, вот эта сторона Иерусалима здесь. А как вы нашли, где Арон Акойдыш находится? Компас? Просто компас. Здесь? Да. Вы поставили в Жаново его? Да, да, да. Просто компас, где действительно есть очень интересная загадка. Старые синагоги в России, можно увидеть, старые фотографии, что они действительно молились на восток. Хотя это не то направление. Может быть у них компас не был, но я сомневаюсь. Может быть это были евреи, которые приехали из Польши и там молились на восток, а приехали сюда, тоже думали на восток. Есть такие, я нашел в книгах респонсов раввинов тогда, еще 19 века, начало 20, что обсуждают этот вопрос. Как может быть, что направление не туда, а молиться на восток? Да, но на самом деле нужно молиться в сторону земли Израиля, конечно. Да. Классно. А это гнизы ваши, да? Нет, это не гнизы, это старые книги, которые просто не попали в этот мини-музей, тоже старые Сидуры, Хумаши, Махзоры, разные такие. Новые книги? Ну, новые книги, это «Бесель Любовичевское рыбие на идище», в оригинале. У меня здесь есть еще и перевод, а это в оригинале. Нам показывал Смулик Куперман, письма, у него целый шкаф писем Любовичского рыбия. Ну, это у меня дома. И на любой вопрос в этих письмах есть один. Он говорит, открываешь? Это там нужно понять, что рыба писал ответы. Это не письма, которые рыба обратился к кому-то. Это ответы, которые рыба писал людям. А люди совершенно разные, совершенно разные люди. Там раввины, президенты страны, врачи, адвокаты, разные направления юдаизма даже, простые люди, грамотные люди, женщины, дети, евреи, неевреи, все что угодно, любой вопрос. И всем рыба отвечает на разных языках. В эту общину попал очень интересно, здесь у нас магазин Перекресток. Я захожу, встречаю там раввина. Ну, поздоровались, естественно, поговорили. И стал я ходить. Тогда я не был в синагоге. Тогда общинный центр был на съемных площадях коммерческих. Потом выделили, вернули, правильно сказать, вернули в синагогу. Шли ремонты. И все. И вот так вот я в этой общине. И когда Григорий Абрамович заболел, председатель происшественник, у него тяжелая болезнь, он уехал в Израиль, чтобы там подлечиться. Мы надеялись, что он живой, здоровый, вернется. Но не случилось. Он там умер. Вот. И на время его отсутствия, как бы сказать, я взялся, потому что я самый молодой был из тех, кто участвовал в попечительственном совете, был по поводу восстановления этого здания. И нужны были финансовые документы подписывать, принимать какие-то решения. И вот я стал помогать. А когда уже его не стало, и общим собранием меня выбрали. Очень интересно в том, что находимся в России, да. Но, например, наш председатель горский еврей. У нас есть евреи из Молдовы. Из Грузии. Из Грузии. Из Грузии, как я родился в Изналии. У нас, в кайфаре, наверное, был родителем. Но родители, всех традиций... Я вообще, русский еврей. Моя жена яерусалимская еврейка. Уже десять поколений. То есть у нас... В Туле тоже председатель горский. Ерл acres. Горский, замечательный. Ирл Хомел Резерович. И у нас уже родилась блюдо. У нас даже родились блюда уникальное, которое наш председатель придумал. Блюдо? Блюдо, я думал, storyline. это раввин придумал есть такое как бы сказать можно сказать в россии очень аджика до иерусалимцы делают макбук это лезвие залетели рука русский салат но острый такой черный все и когда у нас были первые годы до до пандемии все мы сейчас встречали здесь и в пятницу и куриный супчик бульон бульон если бульон просто еврейский как говорится равен и еврейский бульон ну я дома привыкшу аджику туда и все шикарно вкусно и он когда увидел как так мать буха кажется у них в иерусалиме это две разные кухни это марокканская а это иерусалимская это это еврейская европейская эти кухни не не идут не идут вместе так кто слушает кушает мать буха одни кушает еврейский бульон это разные вещи когда он говорил как он кладет туда мать буху бульон у меня вот такие глаза открылись я попробовал слушай вот так отлично тоже я тоже так не начал так и когда евреи из европы еврейская из-за кавказа встречались калугу родилась калужанка по всем своим друзьям рассказал у меня друзья слушай друзья здесь на или попробовали слушай как мы думали об этом до собой пускай меня правят проценты авторские права даже у нас еще есть теперь на родилась уровина дочка в калуге уже калужанка она калужанка мама из иерусалима папа рожденную в израиле но румынские а она калужанка этом у нас был один сукот мы сидели в суке и были я не помню 25-30 человек за столом мужчины женщины начали говорить ну я начал говорить о том что сука шалаш это как она говорит о том что это временное жилище это непостоянное жилище поэтому это символизирует того что евреев даже в изгнании даже не на своем месте но все равно соблюдают и собираются вместе и так далее иначе говорит кто за кто за столом родился в калуге начали смотреть калуга это город приезжих это не только евреи вообще там была одна кто родилась в калуге моя дочь одна родилась в узбекистане бухарский как бы сказать тоже есть кто-то из россии но не из калуги кто-то из казельская кто-то там из но кто-то чипит основные как говорится спонсоры правильно правильно сказал из казельского два братья чернины их и и шепетовки шепетовки или ровно . там на украине поэтому у нас действительно разные я бы сказал все евреи культуры разные нас точно объединяете один раз показал здесь на уроке во первых я показал просто сдал звук послушать и никто из сидящих не мог понять что это кто это я потом показал видео они видели талит видели шофар видели борода видели песни а это евреи и там читали слова слова на еврейте только на их произношение это было видео как йеменские евреи молятся а то что почему я это показывал потому что да евреи разные кто-то в йемен кто-то из россии кто-то там бог знает откуда что нас объединяет моя мама когда была в школе училась ленинизм вы проходили такой урок а кирпич вот хорошее название да и короче моя мама училась ленинизм в школе я не знаю это по моему было чем еще 7 классе 6 класс и учительница говорила что народ для того чтобы иметь то чтобы стать народом должен иметь три вещи это общая территория общий язык общая 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 культура правильно есть такое я конечно это не учился в школе я от мамы слышу и моя мама моя мама моя мама была всегда покойная всегда было такое приличие говорит только правду все что правда только не там где надо было да и она подняла руку и а и учительница добавила она была хорошая учительница не только читала из учебника она еще дала живые примеры и она горела что вот еврейский народ поэтому не считается народом потому что общий язык нет они говорят на разных языках общая территория какая евреи из австралии евреи из россии евреи из канады евреи из украины евреи из йемена какая а какой общей культуре можно говорить и общая общая территория их везде поэтому это не народ моя мама подняла руку в классе сидит моя мама сара гешкович поднимает руку и говорит раз нас нет что вы нас так ненавидите учительница обзывала ее жидовкой это на румынском жиданка и выгоняла несуществующая еврейка из класса эта история который я знал от мамы когда мама умерла мы сидели жива и мой старший брат добавил еще часть не моя тетя рассказывала еще часть этой истории который я который я не знал и старший брат говорит да я знал это это продолжение что когда мама выходила из класса она ударила ногой так учительница что она хромала три дня и больше не забыла что есть евреи на свете и вот но на самом деле давай обсудим а учитель учительница была права или не была права общая культура евреев есть нет а какой общей культуре можно говорить общая территория общий язык это то что но делает нас и время что все говорим и говорим на одном языке нет это то что нас делать и время что мы все здесь живем на одной территории тоже нет а вообще что нас делать и время когда показал это видео талит твилин шофар таро наш это то что для этот там мы стали народом на горе синаи в пустыне не в земле израиля места и не с языком и не с флагом и не а именно тем что дали нам тору и именно там мы стали народом и это то что делает нас евреями и когда еврей говорит себе я еврей он должен ответить на на вопрос в чем я еврей том что я слышу шуфутинский и смеюсь когда как этот жвонецкий говорит я я смеюсь это делает меня евреем а яминский еврей не знает что такое шуфутинский кто такой жвонецкий он что не или то что делает нас евреи это то что тем кто мы были время три тысяч триста лет это то что делать на цели это это учительница понимала лучше все но она этого не сказала тогда другая была она она говорила это в отрицательном понятии то что делает то что не делает нас людей а то что делает она не говорит это моя мама сама по нему я так понимаю что вот граница показывает границы построена в 1913 году а это было просто это уже советское время это теперь агентство экономического развития калужской области но они очень похожи гармонируют даже а в советское время это было культ просветучилищем то есть вот это здание построено уже в советское время это было точно не скажу да там вот там на втором этаже был переход на первом этаже был переход все заложили все закрыли все как бы сказать синагогу отделили все нормально слушать в дети мои когда мы приехали девяносто шестом году девяносто седьмом мы переехали дети учили в школе и один день она приходит и говорит а ты знаешь где наши дети занимаются танцем дети хотели девочки мои на танцы его на ученики ага здание синагога была осенила то есть вы застали еще время когда здесь не не на самом деле да конечно и как сказать и про общину ну все обстоятельства и работаешь как бы сказать и новый человек в этом городе такого общения большого не было а вот как говорится и потом когда раввина увидел подошел поздоровался был рад что здесь у нас будет синагога а скажите мне пожалуйста почему со со стороны улицы непосвященный человек и не поймет что это синагога это какая-то степень безопасности бывают так чтобы сделать вывеску нет но мы не планировали этого почему не поймете что это синагога пойдите сбоку нагриндовит у нас но сбор не обратили внимание не с фасада нет ни с фасада это въезд к вам вашего территория который всегда открыт этот теперь открыто почему потому что у каждого нет проблем народ знает что открыто хотя калитка работает домофон работает ну зачем как бы себя делать препятствия те которые можно не делать вот и все заходят многие приезжают те кто уехали ой мы хотим зайти а тут культ просвета училище было мы ходили тут танцевали пели песни о каким посмотрим когда заходит удивляется как очень красиво очень красиво а территория сколько здесь будет арома условия у соседей здесь сколько не могу сказать очень вот у нас граница вот по вот угол той плиты он да вот ли бордюра вот вот это вот уже не отделяемся но территориально юридическая граница вот ваш участок заканчивается да здесь мы ставим шуку у вот этого административного здания с той стороны где запрещено он у него упал но они заезжали отсюда пока делались ремонт и пока это все пусть и но здесь при желании можно построить а если же все что угодно за помощью вот с помощью конечно тех меценатов благотворители планах конечно детский садик потом отдельно стоящие столовая чтобы было может быть даже какой-то гостиничка небольшой но чтобы люди могли просто прийти не обижать на синагоге есть а в столовую при также кафе да как в москве почему потому что у нас есть например в кондрово семья евреев приехать на шаббат чтобы было где остановиться бабынина живет есть масальский живу по району тоже из евреи которые приезжают на пейсов приезжают на праздник можно тут сидур делаю каждый год но судил наша это судьба вот когда жили дома в деревне все же у себя делали пенсик праздновали весь город был в дыму в дыму от шашлыком да красиво красиво знаете есть нью-йорк есть chicago есть клибленд я был во всех этих городах я видел я говорю на английском отлично даже лучше чем по-русски но там есть есть достаточно таких кто будет этим заниматься а если я буду тоже так кто будет в калуге пока у меня нет ответа на этот вопрос это меня это мне объясняет что я делаю в калуге один здесь из стариков говорили мне что его отец ему говорили что ты родился евреем и уброшь евреем а я ему говорил между родиться евреем и умирать евреем нужно еще жить как еврей он говорит ну это мой отец меня не учил ну никто не сформировал мою работу лучше него учить как жить по-еврейски как родиться евреем сам можно умереть как евреи тоже можно сам а как жить евреи нужно знать а кроме меняем и моя жена ну кто будет этим заниматься мы уже говорили как-то стране со всей можно сказать страны уже мира до молдавии тоже мир уже другая страна у нас и молдаване евреи из молдавии у нас из грузии евреи россияне мы южно-кавказские бухарские у нас есть калужане естественно есть много как сказать народ весь вот еврейский народ вот как он разбросан а он здесь собрался в принципе там есть место куда дом куда проходить слушайте но мне показалось у вас здесь очень демократичный свободно и легко себя чувствуешь я не знаю откуда это ощущение но от ощущения легкости она присутствует и при общении с вами и находясь в синагоге и находясь рядом такое ощущение что не знаю здесь это место не только для евреев но и для всех вообще это большой комплимент нам и действительно так написано написано пророк и шаял говорит ибо домой наречен дом молитвы для всех народов когда человек хочет молиться и неважно еврей ли он или нет и он хочет это делать синагоге то ради бога это тоже место где любой человек может молиться конечно синагога в основном это дома летит это еврейский дом молитвы но это открыто для всех любой человек любой любой национальности может и действительно делает к нам ходят разные туристы разные люди особенно когда выходной где открыто дверей без 600 человек каждый год когда это и знаете что уникально вот казалось бы москва рядом насколько там 200 верст до москва вот здесь все должно быть пропитано москвой но какой-то такой вот московский снобизм должен вот где-то проявиться он не проявился ни разу и вы сохранили самобытность этого места это другая действительно это в этом есть хорошее и нехорошее то есть здесь евреям калуги когда им говорит что в москве 40 синагог они не верят это это тяжело верить что есть там разные там кошельные магазины еврейские школы ешива где мой сын учится им это они не знают об этом хотя как вы говорите 200 верст это совсем рядом но в другой в хорошем этот снобизм московский где говорят москва чужих не любит вот калуга совсем не такая калуга это наоборот это город приезжих мало здесь кто калужане поэтому если там хорошая я поражен и я думаю наши уважаемые телезрители оценили вашу замечательную общину спасибо большое за приглашение спасибо за гостеприимство мы вписываем калужскую синагогу наш блокнотик добра наш блокнотик гордости и в наш блокнотик памяти спасибо спасибо вам большое спасибо за то что приехали будучи с божьей помощи лет через семьи вас там исаак обрамович вот и исаак Михайлович москве я забираю спасибо лова лава лава до свидания вот там улица держинского одна из центральных односторонние очень мило и симпатично это центральный парк здесь фонтан такой в собянинском стиле дети прячутся от жары а нам для того чтобы попасть на центральный рынок надо пройти сквозь фонтан перейти парке где-то с левой стороны сказали будет рынок он вообще работает до восьми вечера но с припиской каждый первый понедельник каждого месяца он закрыт я посмотрел черт возьми это может быть наш несчастливый день хотя попробуем и все-таки мы идем попытать счастье от речь что в калуге продается на центральном рынке выискать что-нибудь кошерное по привычке нам везет как утопленником какая-то полоса невезения санитарный день сегодня хотя должен работать во всех интернетах написано что он сегодня работает до 20 часов ну какая-то не знаю полоса невезения вот посмотрите новый классный вон висит это самая черчхела черчхела висит ой только там всего интересного санитарный день смотрите какая красота новый построенный рынок центральный и санитарный день оператор обрадовался прям он улыбается за камерой снимать не надо тоже такое что это идите сюда прямо напротив рынка есть очень милый магазинчик здесь запах даже как какой-то на восточном базаре какой-то восточной лавке здесь товары из азербайджана 90 процентов так ну что вам показать ну давайте начнем дыни дыни 70 рублей килограмм колхозница узбекистан помидоры посмотрите какие 195 рублей вот это очень вкусные помидоры называются они розовые азербайджанские помидоры что 95 рублей заходить пожалуйста смотрите помидоры 145 желтые сливы 195 виноград азербайджанский 235 кишмиш вот узбекский 235 340 азербайджанский белый кишмиш 290 виноград и 185 дамские пальчики сейчас попробую как он на вкус для середины августа могли быть послаще 235 рублей груши тоже азербайджанские так это кизил азербайджан 280 рублей килограмм видно что с открытых полей потому что вместе с листьями так черешня 150 такая полежала так черешня азербайджанская 300 вот это хорошая черешня прям крупная ягод как ягодки но чуть хела почему-то чуть чела а по-грузински чур чела там р пропала адрес 150 рублей чуть чела инжир с грецким орехом турецкая пахлава 605 рублей килограмм халва с арахисом 445 рублей и большое разнообразие сухофруктов так 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 такая то что паста фистик с бесси что это за паста какая-то очень интересная паста а это арахисовая паста да-да-да-да-да арахисовая паста то что любят в америке но она азербайджанская сто процентов так дальше что сухофрукты таджикская курага 665 рублей килограмм изюм синий узбекский 450 рублей килограмм курага таджикская 360 курага 300 таджикистан 365 рублей светлый изюм узбекский финики 300 хороший кстати прям видно что сахаристый чернослив 270 узбекистан в основном узбекские и таджикские сухофрукты очень вкусно но здесь инжир 500 груши 500 вишни килограмм 750 так ананасы 1050 рублей помидор вяленый 1100 килограмм здесь килограмм будет огромная огромный пакет потому что он практически невесомый этот вяленый томат вяленый помидор клюква сушеная 650 рублей килограмм персик сушеный 460 ну и рис рис чунгара 395 рис лазер 255 рис жайдор 290 и лимонады а вот еще что а это рис 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 630 рублей упаковка вас матерись это видимо что-то такое типа пакистан а пакистанский рис смотрите какой миленький вот в таких тряпочных пакетах 630 рублей килограмм здесь 2 килограмма а упаковка 630 рублей 2 килограмма то есть получается 315 рублей килограмм но зато пакистанский настоящий вы пробовали когда-нибудь так есть я тоже не шанс попробовать приезжайте ну и большое количество всяких масел и и уксусов яблочный уксус так это оливковое масло 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 675 рублей прекрасно прекрасно вот наверное хорошая маска 1 отжима экстравержен нигде такого больше не купите вот так что хороший магазинчик очень милый много много чего есть большой выбор кстати хорошая масло вообще в жеселих банках 420 рублей бутылка это все литрушки вот это хороший это вообще просто лакшери масло в жестяных банках можно покупать смело оливковое масло экстравержен первого года будет так ну а мы дальше идем 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества наша родина успешно осуществила полет человека на корабле спутник восток в космическое пространство вековая мечта человечества сбылась вот здесь похоронен великий русский ученый константин эдуардович циолковский родился он 1709 1857 года умер в тридцать пятом году тоже а в сентябре девятнадцатого числа это родина циолковского и кстати рязани калуга спорит где он родился но вот есть данные что он родился под рязани но практически всю жизнь и умер он в калуге то есть калуга это даже немало его а большая родина и вот здесь он покоится точно в этом месте а а парк один из центральных называется парк циолковского вот прекрасное место на берегу реки нифига себе могила подумаете вы да оля-ля не все президенты вот так лежат как циолковский смотрите какая красота парк как парк в принципе деревья тень и вдруг выходишь из этого парка от могилы циолковского и бах и посмотрите космос корабли самолеты ракеты пилотируемые спутники аппараты на которых из ракеты спускались на землю вот она мека космонавтики вот на таких ракетах запускали в космос белку и стрелку впервые посмотрите какой кайф очень напоминает по архитектуре а парк зарядья вот по крайней мере вот примерно такие же растения в заряде растут вот спутники вот там сидела белка смотрела в иллюминатор вот там сидела стрелка смотрела в иллюминатор а здесь уже были люди вот сидели вот здесь вот один космонавт 2 космонавт и представляете им все окошко было видно вот такая вот земля маленькая и бесконечность ну классно арт-объекта бит орбитальная станция идите-ка сюда товарищ телезрители посмотрите а как жили космонавты вот там они сидели за стульчиками за маленькими рулили всякими рычажками здесь плавали в невесомости из этого отсека могли переплыть невесомости в этот отсек а что здесь делали просто отдыхали от тяжелых космических а сейчас я вам покажу ракету настоящую ракету-носитель на которой в космос летали космонавты вон она посмотрите сейчас мы туда зайдем так вон она ракета красавица это ракета-носитель восток на которой гагарин полетел в космос первая ракета с первым человеком на борту вы представляете это потрясающе нет слов где еще такое увидишь красивейшее место здесь внизу ячинское водохранилище как будто море огромное на высоком берегу музей циолковского а после его могилы ну вот просто завораживающее место потрясающее солнце ветерок ракеты самолеты вокруг но просто попадаешь в космос но кто такой циолковский вы конечно знаете самый великий житель калуги человек который теоретически предположил возможность покорения космического пространства во первых он был философ он разрабатывал идеи в голове он придумывал какие-то космические поезда которые будут летать через межгалактическое пространство с одной планеты на другую он говорил о том что надо разрабатывать космос что надо летать на другие планеты что надо их обживать что космос подлежит открытию и там можно жить а конечно он не мог это доказать на практике потому что практически он разрабатывал какие-то небольшие летательные аппараты типа там я не знаю дирижабли и так далее но он основоположник всего космоса потому что он своими теоретическими философскими идеями заразил всех последователей и не только теоретиков а практиков космоса и в первую очередь королева нет доказанного факта их встречи хотя теоретически они могли встречаться с 24 по 30 год в москве есть теория о том что они встречались но доказать это никто не может и королев заразился идеями циолковского и начал уже разрабатывать летательные аппараты космические двигатели форсунки топлива и все то что вывела потом гагарина в космос кстати говоря сюда после своего полета в космос первым делом приехал гагарин и заложил первый камень вот этого прекрасного музея то есть и гагарин а вот к этому месту приложил руку и у нас кстати бабушка работала и была аспиранткой и защищала диплом у королева и она тоже бабушка татьяна леонгардовна молитская приложила много усилий для того чтобы и первая и вторая и третья ракеты полетели в космос вот она разрабатывала космические двигатели собственно тоже тоже придумала большую часть того что потом смогло летать слава нашим героям слава нашим людям и слава евреям которые космосе сделали тоже очень много что касается калуги потрясающий фантастический город город абсолютно не зависящий от москвы хотя казалось бы 200 километров здесь должен быть филиал москвы она должна быть пропитанной собянинщиной в хорошем смысле я люблю сергей семеновича и вообще вот московским снобизмом но нет это капсула это абсолютно отдельный город достойный крутой классный вот который выдержал нападки москвы я вам рассказывал еще с каких времен времен еще княжеских владений в общем зачет калуги зачет евреям калуги зачет силковскому я поражен до следующей недели ставьте лайки подписывайтесь на наш канал комментируйте мы вас любим и работаем для вас пока на следующей неделе нас ждет новое путешествие о котором мы вам все подробно расскажем люблю вас пока